32 года прошло с начала войны в Приднестровье. На мемориалах Дубасара и Террасполя провели траурные митинги. На них говорили, война 92-го — это урок для всех. Война не должна повториться. Приднестровье в 92-м потеряло более 800 человек. По нашим городам и селам била артиллерия. Горели дома, школы, детсады и заводы. Мы слишком хорошо знаем ценность мира. В Молдове, похоже, ценности меняются. Все чаще молдавские представители власти, политики и эксперты говорят, приднестровцев не о чем и незачем спрашивать. Их надо просто сделать. Так же говорили перед войной 92-го. И как тогда? Сейчас снова на улицах Кишинева можно увидеть плакат «Чемодан вокзал Россия». О предвоенном дежавю сюжет Ирины Руснак. Обстановка была уже накаленная. Мы чувствовали, оно должно как-то взорваться, произойти свой родов взрыв вот этот. Ночью выстрелы, тревога. Весь город уже к утру не спал. Жители Дубасара описывают, как начиналась война в Приднестровье. На углу этой пятиэтажки по улице Октябрьской в ночь на 2 марта 92-го был смертельно ранен начальник городской милиции Игорь Сипченко. Его патрульную машину неизвестные обстреляли из автоматов. Постепенно узнали о той трагедии, которая случилась и ночью, и потом продолжилась утром и следующие дни. Это было начало, действительно было начало агрессии в Республике Молдова против Приднестровья. Уже на следующий день после убийства начальника Дубасарской милиции 3 марта в селе Кочиеры погибли гвардейцы из Тирасполя. Они освобождали жены детей военнослужащих 14-й армии, взятых в плед полицейскими. Четверо защитников Приднестровья, убитых в том бою, похоронены на столичном мемориале славы у Вечного огня. В марте на Днестре разгоралась настоящая война. И она разгоралась все сильнее. Несколько месяцев по Дубасарам стреляла артиллерия. Шли бои вокруг города, горели дома и предприятия. Только в Дубасарах тогда погибли 150 человек. Многие из них – мирные жители. Мы не пошли же к ним диктовать свои условия. Они пришли к нам. Мы отстаивали свой дом, свои семьи. Коренной дубасарец Виктор Катареу, гвардеец, вспоминает, как вооруженные формирования Молдовы пришли сначала в его город, потом случилась бендерская трагедия. Власти Молдовы отказались от переговоров с Приднестровьем и силой решили навести конституционный порядок. Спустя 32 года в Кишиневе снова отказались от переговоров и снова требуют, чтобы Приднестровье жило по молдавским законам. На неделе бывший переговорщик от Молдовы Александр Фленке заявил, что время переговоров с Тирасполем прошло. Сейчас самый подходящий момент, чтобы сделать все на условиях Кишинева. Мы можем обсудить с Тирасполем, как мы можем сделать это более эффективно. Или если они не хотят обсуждать, давайте просто сделаем их. Давайте сделаем то, что нужно сделать, чтобы эта страна на обоих берегах Днестра функционировала как единое государство. Время дискуссии осталось в прошлом. А это еще одно заявление этой недели. Депутат молдавского парламента УАЗу Нантои предлагает ввести в Приднестровских школах историю румын. Об этом Нантои заявил в эфире одного из молдавских каналов. Как будем объединять образовательную систему, так, чтобы дети, учащиеся и студенты на левом берегу в течение, предположим, одного семестра перешли на курикулы Республики Молдовы. И привезли учебники истории, написанные Мединским сейчас? Нет, мы их заменим на учебники истории румын. По мнению Нантои, включение Приднестрова в состав Молдовы – вопрос времени. А вот еще один привет из прошлого. Плакат с печально известной надписью «Чемодан вокзал Россия». Его принесли на митинг у здания Конституционного суда Молдова. Сепаратистами назвали и гагаузов. Это мы уже тоже слышали в конце 80-х. И как тогда, полиция никак не реагирует на митинг. В 89-м и начале 90-х митингующих националистов тоже никто не трогал. Практически никто не сомневался еще с 1989 года, когда начались националистические митинги, и их никто не разгонял, что дело завершится войной. Вопрос только был в том, большая это будет война или не очень, сколько будет потерь и у кого. Как раз то чувство дежавю присутствует. И мы видим, что все опять движется по тем же самым маркерам, по тем же самым лекалам, как и в 90-е годы. В 92-м желание Молдовы разобраться с Приднестровьем вылилось в кровопролитную войну. В Приднестровье погибло 804 человека. Среди них мирное население – женщины и дети. Сколько погибших было с молдавской стороны, достоверных сведений нет. Слишком болезненной темой в Молдове была война 92-го. Но кажется, об уроках той войны в Кишиневе забыли. В Кишиневе сейчас в тренде милитаризм. Военный бюджет растет. В страну идет оружие из стран НАТО. С военными из НАТО идут учения за учениями. В четверг в Париже после встречи Макрона и Санду было подписано соглашение в сфере безопасности. Франция откроет в Кишиневе постоянную военную миссию. Ее задача – обучение молдавских военных. Новости об учениях, росте военных расходов и усилении партнерства с НАТО всегда сопровождаются ссылкой на некую внешнюю угрозу. Но в Приднестровье этому не верят. Для чего им оружие, вот эта вся техника? Мы на них нападать не собираемся, румыны на них нападать не собираются. Раз они увеличивают воинский контингент, приезжают с Европы военные, какие-то учения они проводят. Для чего? Чтобы напасть на нас. Парадокс в чем? Они же отрабатывают все вот эти учения о нападении на Приднестровье. Мы же им ничем не угрожаем. Мы живем всем мирно. Сегодня ситуация на Днестре сложнее, чем в 90-х, считают участники войны 92-го. Геополитическая обстановка вокруг Приднестровья другая. Александр Паражан много лет возглавлял Приднестровскую делегацию в Объединенной контрольной комиссии. Он считает, опасность нынешней ситуации еще и в том, что молдавские власти не самостоятельны. Если получат приказ, они какими-то силами будут это делать. Будет какое-то противодействие внутри даже, но насколько они смогут остановить это, если получат соответствующий приказ, я не вижу реальных сил. И все равно кто-то поставит под козырек и начнут стрелять и пойдут. В годовщину начала войны на Днестре президент Красносельский в своем обращении говорил, что события 92-го года не должны повториться. Война, которая случилась 32 года назад, показала, насколько важно поддерживать мир. Приднестровье и тогда не хотело воевать, и сейчас выступает за мир. А каким путем пойдет Молдова, сейчас зависит от нового поколения политиков в Кишиневе. Ирина Руснак, Александр Зелинский, Леонид Мостак и Игорь Мацота. Отражение.